Привет, друзья! Это проект «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Очень актуальная тема на сегодняшний день – тема предательства. Кто же предатель на самом деле? Мне попалась вчера очень интересная статья. Один из моих зрителей скинул ее. Называется она «Список детей российской власти, живущих на Западе». Сейчас я ее зачитаю. Такий тезисный момент из этой статьи. Потому что чиновнички российские, которые активно скупают земельные участки и дома по всему миру, они говорят, что они настоящие патриоты России. Но ладно, дома и земельные участки, хранить деньги в зарубежных банках, а тут, когда и дети ваши учатся за границей, вот это, конечно, на самом деле убивает. Но если ты президент России, если ты так гордишься своей страной, почему твои дочки живут за рубежом? Итак, начинаем. С нам начала. Семья президента Владимира Путина. Это не опровергается, это достоверная информация, и ни разу Путин это не опроверг. Значит, в начале 90-х годов, когда Путин вернулся в Ленинград, он отправил своих дочек в Германию учиться в престижную немецкую гимназию. Дальше, сейчас, когда он стал уже президентом, Катерина Путина живет с гражданином Кореи, вот, и она живет за границей сейчас. Вторая сестра ее, Мария, она живет в Голландии, вот, недалеко от Гааги, и живет с 30-летним голландцем. Тоже это не опровергается, и, как бы, обе дочки живут за рубежом. Путин в страшном секрете хранит, как бы, фотографии, очень сложно найти в интернете какие-то либо фотографии, но мы никогда их не видели на экранах российских телеканалов, то есть все это под такой занавесой тайны. Дальше. Медведев, премьер-министр России, имеет сына Илю Медведева. На данный момент он учится в России пока, но в публичном интервью он сказал, что продолжит интервью в Массачистическом университете в Соединенных Штатах Америки, который, как мы знаем, по сообщению государственных телеканалов российских, главный враг России и США. Дальше еще один прихлебатель путинский, господин Лавров. Значит, единственная дочка министра иностранных дел, Екатерина, живет и учится опять здесь, в Соединенных Штатах Америки. Сейчас оканчивает Колумбийский университет, который, кстати, окончил Барак Обама в Нью-Йорке, и планирует остаться жить в США на постоянной основе. Четвертое. Мой давный знакомый, господин Железняк, куда-то покупал у меня часть бизнеса моего в Краснодаре. Он депутат Государственной Думы, работал, кстати, он, и как раз эта компания купила бизнес мой, работал он на американскую компанию, на меню Магната Руперта Мердека, компания называется New South Door, и сейчас он как бы отстранился, он в страшном сне вспоминает, как он работал долгое время на американскую компанию, зарабатывал там миллионы, и сейчас он такой патриот, и он работает в Государственной Думе, и вице-спикером. Значит, три дочери вице-спикера Сергея Железняка учится за границей. Екатерина в элитной швейцарской школе, обучение стоит 2,4 миллиона рублей в год. Анастасия в Лондоне в университете, обучение в год 630 тысяч рублей. И самая младшая, Лиза, также на данный момент проживает в Лондоне. Дальше, значит, он за своих детей платит за обучение... Сейчас мне отскочило, извиняюсь так. За своих детей он плачет обучение 11 миллионов... А, ну это обучение и их проживание 11... Так, непонятно, немножко интересно. 1,5 миллиона в год за обучение своих детей в западных... А, он заплатит за 1,5 миллиона за своих детей в обучение в западных университетах. Если я не посмотрю. Дальше. Пятое. Семья ведь спикера Госдумы Жукова. Сын Петр Жуков обучается в Лондоне. Прекрасно. И даже загремел там в тюрьму. Наверное, уже выше. Жуков-младший участвовал в пьяной драке и получил 11 месяцев в тюрьму. Да, наверное, выше. Но он учится за границей. Дальше. Семья ведь спикера Госдумы Сергея Анденко. Дочь живет в Германии. Дальше. Семья ведь спикера... Вице-премьера Козака. Старший сын премьера Дмитрия Козака, Алексей, уже минимум 6 лет живет за границей. Занимается там строительным бизнесом. Младший сын Александр работает в швейцарском банке. Дальше. Семья депутата Госдумы Ремескова, фракции «Единая Россия». Кстати, был он первым заместителем гумератора Краснодарского края. Я его много раз лично видел на всевозможных бизнес-тусовках и форумах. Значит, старший сын Ремескова Степан недавно закончил колледж в Пенсильвании. Совсем рядышком здесь, от Нью-Йорка. Сын депутата обучается по программе для офицеров армии США. Все вот так вот. Дальше. Затем Степа поступил в частный... Обучался в колледже. Сейчас поступил в частный университет в штате Нью-Йорк. Средний сын депутата Николая Ульса в Великобритании, в частной школе Малберн. А младшая дочь живет в Вене и занимается гимнастикой. Маша Ремескова представляла сборную Австрии на детских соревнованиях. Все нормально. Продолжаем. Девятое. Семья депутатов Фетисова. Дочь Анастасия выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась. Дальше. Десятое. Один из самых главных воришек России, по мнению Алексея Навального, это господин Якунин. Дети и внуки главного патриота России. Глава ему говорит, я патриот, я... Во многих интервью. А западные СМИ пишут, что он вор, потому что он считает. Потому что он патриот. И они вот так считают, если он патриот, значит они враги. Будут писать, что он вор. А главные главы РЖД Владимира Якунина, российские железнодороги, живут за пределами страны. В Англии и Швейцарии. Сын главы РЖД Якунина учился долгие годы, жил в Лондоне. Дальше. Андрей Якунин живет в Лондоне, купленном в 2007 году за 4,5 миллионов фунтов, 225 миллионов рублей. И дом зарегистрирован на Панамскую шовную компанию. Другой сын Якунина, Виктор, живет в Швейцарии и также владеет там элитной недвижимостью. Вот такой у нас патриот Якунин. Честный. Одиннадцатая. Семья Светланы Нестерова, депутата Госдумы от фракции «Единая Россия». Дочь живет в Великобритании. Двенадцатая. Семья Павла Астахова, тот, который лоббировал очень закон Димы Яковлева. И сделал так, что дети теперь, инвалиды, не могут лечиться за границей в Америке. Они могут только умирать в своих застенках, где они сейчас живут, в детских домах. Старший сын, полномоченный по правам ребенка Павла Астахова, Антон, учится в Оксфорде, в Нью-Йоркской экономической школе. И в Нью-Йоркской экономической школе, получается, и в Великобритании, и в Америке. А младший ребенок и вовсе родился в Каннах, на арендованной Виле, в Франции. Все прекрасно. Дальше, госпожа Мизулина, которая там секс запрещает в России, оральный и так далее. Женщина, которая, как пишут блогеры, вышла из ума, но однако она работает в Государственной Думе. Значит, сначала сын учился в Оксфорде, получил там диплом, потом переехал в Бельгию. Кстати, в Бельгии разрешены однополые браки. Она, так говорится, однополыми браками в России. Сегодня работает в Бельгии в крупной международной юридической компании. Так, как же так, она геопасность такую сына завела. Так, дальше. Николай Валуев, спортсмен, большой человек, но однако же депутат от партии «Единая Россия». Летом в испанском доме живет его жена, и практически на постоянной основе живут дети и родители. Так, так же имеет дом в Германии. Дальше. Я уже тут пропускаю такие фамилии, не самые известные. Грызлов. Член Совета Безопасности России. Дочка живет в Таллине, Эстония. Бражеская страна сейчас. Европейский Союз. Член НАТО. Министр образования бывший, Фурсинка. Сейчас, не знаю, кем там работает, но... Сегодня сын его живет, Александр, в Америке. Дальше. Я тут быстренько еще пробегусь. Тут таблица целая есть, еще есть такие громкие фамилии. Ну, вот депутаты, допустим, тут Московской думы, Израиль, живут родственники, дети, Германия, Болгария, Черногория, сенаторы от Ленинградской области, Италия, сенаторы от Бурятии, Италия, сенаторы от Амурской области, Италия, сенаторы от Чикотского автономного округа, Франция, Италия, губернаторы от Краснодарского края, Италия, сенаторы от Краснодарского края, Швейцария, сенаторы от Пиморского края, Соединенные Штаты Америки. Вот такие патриоты. Вот такая настоящая любовь к родине, к России у них. В принципе, сюжет готов.